друзья привет к этому проекту я готовился больше трех месяцев и искал нужные мне детали на металлоприемке в общем нам сегодня понадобится 20 литровый ресивер от автомобиля камаз у него есть пять резьбовых выводов и значит работы с ним будет минимум и наружный блок от сплит системы от нее нам понадобится компрессор также еще был найден заводской ресивер на 100 литров для большого компрессора но эта тема для другого видео для начала освободим агрегат от ненужной нам обвязки сделаем это как обычно при помощи уши как выяснилось система была под давлением может быть этот блок был даже полностью исправен скорее всего там находился сжатый воздух так как характерного запаха фреона я не почувствовал да и ладно я его купил чтобы разобрать вот и все это то что нам понадобится сегодня из всей кучи запчастей остальное же пойдет на другие самоделки под монтажной крышкой увидел характерные следы перегрева агрегата за кадром его проверю и если с ним все хорошо то продолжим а пока займемся ресивером чтобы визуально оценить состояние металла нужно избавиться от вековой пыли в перемешку с автомобильным маслом для этого на помощь придет мойка высокого давления с химией для двигателя для лучшего растворения грязи пройдемся жесткой щеткой а затем все смоем далее выкрутим все переходники клапана и заглушки сказать честно обыкновенным ключом это сделать практически невозможно с этой задачей справился только гайка верт вот такая кучка запчастей получилось что-то из этого очистим и будем использовать но клапан однозначно под замену и медные уплотнители также установим новые внутри ресивера меня ждал небольшой сюрприз в виде жменья ржавчины от которой я избавился как мог далее не самая любимая процедура но без нее если хотите сделать хорошо никак вооружаемся всеми средствами защиты и в бой как обычно выручает коралловый диск в итоге вот что у нас получилось из этой пары профильных труб сделаем основание на него же впоследствии закрепиться и сам компрессор определимся с оптимальной шириной и изготовим крепления они будут полукруглыми под диаметр ресивера на них он будет лежать прихватываем проверяем и если все хорошо обвариваем и обтачиваем сварочные швы компрессор будем крепить за штатные места на болты м6 для этого под них сверлим три отверстия в станине мой компрессор будет стационарным поэтому ограничимся четырьмя регулируемыми ножками сделаем их из болтов м8 и увеличенных шайб это на мой взгляд самый простой способ без применения токарных работ я считаю получилось очень даже неплохо в ближайшем магазине прикупил пару ништяков это реле давление или пресс-остаткому как удобнее и кран с быстросъемом но сегодня без токарки не обойдемся так как резьба на фитингах ресивера метрическая а на фурнитуре дюймовые в моем случае одна четвертая дюйма придется немного переделать протачиваем пруток под внутренний диаметр гайки и варим его туда далее немного обточим сварочный шов сделаем сквозное отверстие и нарежем резьбу для подключения компрессора будем использовать родную арматуру все что нам нужно это выточить латунный штуцер для пайки с трубкой компрессора паять будем серебро содержащим тугоплавким припоем тем же которым мы паяли самодельную ювелирную горелку ссылку на то видео если кому интересно найдете в всплывающих подсказках вот так уже выглядит наше устройство на этом этапе для установки пресса стата придется изготовить переходной уголок с одной стороны нарежем резьбу 12 шаг 2 но с другой 1 4 дюйма самым простым решением для меня изготовить две трубочки с резьбой а затем сварить их в нужный угол вот так это все будет выглядеть может не совсем ровно но сварка все исправит немного почистим сварочный шов и в итоге вот что у нас получилось теперь можно установить все на свои места и проверить отлично все работает и все соединения держат давление далее решил немного расширить функционал агрегата и припаять штуцер на втягивающую трубку пусть поработает еще как вакуумный насос съездил в магазин и прикупил еще фильтр с быстросъемами этот узел будет выглядеть вот так установим все это добро с той же стороны для удобства и конечно же еще один штуцер придется выточить вот что у меня получилось фиксироваться он будет при помощи двух гаек просто разрезал одну заводскую пополам сделал крепление и можно примерять все по месту отлично далее подпаиваем трубку для соединения с трубкой компрессора за кадром изготовил втулочку без нее спаять трубки встык было бы проблематично и последнее что осталось сделать перед покраской это закрепить рабочий конденсатор для его крепления на скорую руку изобрел вот такой кронштейн затягиваем хомут и готово теперь все можно разобрать и красить тут все как обычно сначала наносим грунт ну а затем красим в основной цвет устанавливаем заглушки в торцы профильной трубы и подключаем электрическую часть вот так вот а и вот и Ну и в итоге, вот такая красота у нас получилась. Как по мне, так выглядит шикарно. Автоматику решил настроить на давление 6 атмосфер. Компрессор с этой задачей справляется буквально за 3,5 минуты. Для моих задач этого вполне хватит. За время опрессовки, настройки и всех испытаний агрегат нагрелся всего до 43 градусов. Я считаю, это неплохо. Ну а стоять он у меня будет в рабочем верстаке. Чтобы постоянно не лазить вниз для подключения, сделал вывод на край стола. Тут намного удобнее. Сюда приходит постоянное давление с ресивера. Но если его нужно будет понизить, легким движением рук устанавливается понижающий редуктор. На вакуум агрегат настраивается так же быстро. Меняем подключение местами и готово. Если кому интересно, вот такое разряжение может создать этот малыш. Ну а на этом у меня всё. Если понравилось видео, не забывайте про лайки, оставляйте комментарии и конечно же подписывайтесь на канал. Дальше будет только интереснее. А с вами был, как всегда, я Михаил и это канал Добрый Мастер. Пока-пока.